МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Азовском море продолжается спасательная операция. В районе Косы-Должанское ищут двоих украинцев. Это рыбаки, которые накануне вечером вышли на промысел. Заплыли в территориальные воды России. Там их заметил пограничный катер, начал преследовать и, догоняя браконьеров, протаранил лодку. Два украинца погибли, еще двое пропали. Ирина Исаченко передает с места события. Несмотря на запрет, практически каждый вечер браконьеры отплывают в море от пляжа поселка Безыменное на ловлю рыбы. Конечно, отправляются они не на допотопных баркасах, а на мощных моторных лодках, которые днем прячут в гаражах. Очевидцы говорят, вот из этого гаража вчера вечером был спущен на воду катер. В 5-6 вечера отсюда ушел катер. Двухмоторный, я не знаю, широкий катер. Идем на работу, сказали своим семьям рыбаки. Рыбак, да, он рыбалил на этом, рыбалил на тюльке. Пошел на работу, да, как обычно, каждый день ходит. Это как работа у них. Они нефициально. Украинским пограничникам по телефону сообщили другую версию. Было поведомлено на ближний подраздел, что данные люди выходят с метою отпочинку в Азовское море. Они не имели права выходить на такое расстояние. Эта лодка имеет право выходить до 5 километров. В открытом море катер с пятью мужчинами на борту повернул в российские воды. В районе Должанской косы его заметили российские пограничники и стали преследовать. После столкновения украинское судно перевернулось. Спасли только одного рыбака. Двое погибли, еще двоих ищут. Родные и близкие рыбаков уверены, российские пограничники намеренно протаранили судно. Нужно судить человека, если он заслуживает наказать. Но по живым людям проехать, это же сердца нет у этих людей. Ближе к вечеру российская сторона озвучила свою версию событий. Пытаясь оторваться от российских силовиков, судно-нарушитель произвело опасный маневр. Резко изменило курс в сторону преследователей. В результате лодка навалилась на борт пограничного катера и перевернулась. Украинский МИД считает, давно пора четко размежевать между государствами Азовское море. Но сейчас главная спасательная операция. Российская сторона выразила соболезнования в связи с гибелью людей и пообещала всестороннее расследование, чтобы впредь подобное не повторилось. Ирина Исыченко, Алена Центила, Олег Подоприхин, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Расследование происшествия в Азовском море на контроле у президента Украины. Виктор Янукович обязал Кабмин искать пропавших рыбаков, провести объективное расследование и оказать консульскую помощь пострадавшему в инциденте украинцу. Президент, находясь в рабочем отпуске в Крыму, встретился с черкасским губернатором Сергеем Тулубом, а также с министром инфраструктуры Украины Владимиром Козыком. Сегодня уже президент смотрит вперед и обратил мое внимание, чтобы пассажирские перевозки были обеспечены в полном объеме. Следующий вопрос это уделить внимание, все-таки усилить и улучшить работу по ремонту автомобильных дорог. И сегодня же Украинская залезница сообщила в популярном крымском направлении. Уже курсируются дополнительные поезда, только из Киева в Крым отправляется по одному составу каждый час. Чиновники заверяют, билеты в кассах есть, правда в основном в плацкартные вагоны. Еще вчера кандидат в мэры Москвы, а сегодня уже заключенный. Российского оппозиционера Алексея Навального признали виновным в хищении леса и отправили за решетку на пять лет. Вердикт был предсказуем, как и шквал негодования после него. За тем, как судили, наблюдала наш российский совкор Алла Щелочева. Выслушать собственный приговор Алексей Навальный приехал подготовленным с большой спортивной сумкой. Туда сложил необходимые вещи. Его соратники, среди которых и депутаты Госдумы, были настроены более оптимистично. Мы тут делали ставки, я поставил на оправдание. Надо же на что-то надеяться. Проводить пикеты в Кирове запретили, но активисты поставили несколько одиноких палаток с надписями «Путин, вор» и наладили трансляцию из зала суда для тех, кто попасть на заседание не смог. На улице и те, кто считает, что вор все-таки Навальный. В нашей стране, естественно, все оппозиционеры – это люди чистые, но, как показала практика, это не так. Алексей Навальный обвинен в краже леса на 16 миллионов рублей. По версии следствия, в 2009-м он организовал схему вместе с бизнесменом Петром Офицеровым. Оба виновны, сказал судья сразу в начале заседания, а потом три с половиной часа зачитывал приговор. Все это время Навальный не выпускал телефон из рук, писал о происходящем в Твиттере. Назначен ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Подсудимых арестовывали прямо в зале суда. Как только стало известно, что Навальному офицеру выдали реальные тюремные сроки к выезду из судебного двора, откуда выезжают автозаки, ринулись сторонники оппозиционера и толпы журналистов. Тут же на дороге появились металлические ограждения и полицейские. Через несколько минут из ворот выехали две спецмашины. Свободу! Свободу! Накануне суда Навальный опубликовал разгромную статью о махинациях главы российской железной дороги. Поэтому и не было иллюзий по поводу приговора. Алексей, насколько можно готовиться к этому, был готов. Я очень верю, что все будет хорошо. Мы победим. Соратники Навального все как один считают, это политическая расправа. Человек купил лес по 14 миллионов рублей, продал лес по 16 миллионов рублей. Заплатил налоги, заплатил зарплату, оказывается это преступление. За это преступление надо судить всех до единого. Это было судилище. Расправа. Защита уже заявила, приговор обжалуют. И на это есть 10 дней. Накануне Навальный стал кандидатом в мэры Москвы. Все соцопросы показывали, он реальный конкурент Сергею Собянину. Соратники Навального считают, власти допустили его к выборам, зная, каким будет решение суда. Алла Щелычева, Олег Неведомский. Подробности российское бюро телеканала Интер. Кира. Адвокат Алексей Навального уже готовит апелляцию. Руководитель его предвыборного штаба заявил, у Навального еще есть шанс поучаствовать в выборах московского мэра. Тем временем протесты проходят в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. В российской столице о желании выйти на улицы заявили 10 тысяч человек. Впрочем, протестующим так и не удалось пробиться к центральным площадям Москвы. На подходах к Манежной площади тысячи возмущенных приговором Навальному на самой площади срочно меняют плитку. Здесь и ОМОНовцы. У них приказ никого не впускать на Манежную и даже в Александровский сад. Задерживают всех без разбору. Перекрыта и Красная площадь. Пенсионерка Анна Маслова устроила одиночный пикет в центре Москвы. Вся наша система, она прогнила. Это одна коррупция сплошь, везде, на высшем, на низшем уровне. Абсурд полный, полнейший, беззаконие, поэтому печально очень это. Наша система разваливается и как бы на глазах. На Западе разочарованный и обеспокоенный Кэтрин Эштон, верховный представитель ЕС по иностранной политике, уверена, вердикт Ленинского суда Кирова вызывает сомнения о верховенстве права в России. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк призывает российские власти уважать принципы правосудия. Но в конкретных шагах западных лидеров политологи не уверены. Правительство использует закон и юридическую систему в политических целях, чтобы убирать неугодных людей, которым под силу стать угрозой власти. Оппозиция сдаваться не намерена. Завтра, в пятницу, ее лидеры решат, когда и где состоится акция в защиту Алексея Навального. Обещают, митинги сотрясут Россию. Анна Гороженко, подробности, телеканал Интер. Врадиевское шествие завершилось позади 11 дней похода. Сегодня демонстранты вошли в Киев. Планировали встретиться с министром МВД Виталием Захарченко. И, собственно, встретились, правда, не все. Все подробности у Дмитрия Евчина. Преодолев более 300 километров, участники Врадиевского шествия добрались до Киева. Вот сейчас колонна движется по улицам, в столице. Сегодня тот день, когда милиция их бережет от машин, проезжающих мимо, и провокаторов. Под флагами оппозиции лишь три человека, пострадавших от милиционеров. Они присоединились к шествию в Черкасской и Киевской областях. Людей из Врадиевки нет. Возле МВД одно шествие сливается с другим. Почему двигались раздельно, Игорь Атанеску не знает. Красные глаза и уставший вид. Он шел из самой Врадиевки. Став джип, 100 евро дал. 100 евро просто вытащил, ну, каже, на, пацаница, вам на еду, на то, на все, каже, и на помощь. Витингующие хотят встречи с министром МВД. Виталий Захарченко прервал отпуск и пообещал выслушать. Но только жители Врадиевки трое из деревни проходят в приемную. Дальше журналистов не пускают. До речи, я хотел сначала выйти до них, до всех, встретиться. Но до меня подошла определенная информация. Мы с этой информацией хотели бы вас ознакомить. После просмотра этой информации я решил не выходить безусловно до пикетовальника. Журналистам показывают видео из интернета. На нем участники шествия предлагают сотрудникам МВД сделку. Откажутся от митинга за 350 тысяч долларов. Торговались за 100. Сергей Мельниченко не отрицает, действительно встречался с милиционерами. Но утверждают, они сами вышли на контакт. Вечерие встречались для того действия, для того, чтобы, в принципе, прогнозировали, что потом будет казаться, что в этом двое смолилось, решили подзаработать. Увидев пикетки, являнин Сергей Радченко задержался у стен МВД. Я честно скажу, что такое ощущение, что сразу угадываешь людей, кто за деньги стоит, кто любопытный, кто из милиции. Но это все не настоящее. Василий Люберец называет себя настоящим. Это он задумал и организовал поход в столицу. Уверен, политики используют его инициативу в своих интересах. И подтверждают, к утреннему шествию по Киеву в Радеевце не причастны. Мы в 11 часах планировали стартовать, а мне говорят, там и дохода. Я на авто, бегом точно, дохода. Я обгоняю, запоминаю авто, иду им на зустричь. И говорю, что это такое? Они меня обходят, как стопа, и идут далее. Василий считает, эта история еще не закончена. Сегодня активисты разобьют палатки на Майдане Незалежности и начнут бессрочную акцию протеста. Дмитрий Евчин, Евгений Наприенко, Людмила Горбач, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. В Запорожье митингующих в поддержку в Радеевчан окатили фекалиями. Люди собрались возле областного управления милиции, а судебные исполнители начали зачитывать решение суда о запрете акции под главком. В этот момент несколько парней плеснули в пикетчиков зловонной массой. Ее принесли с собой в пластиковых бутылках. Хулиганов задержали. Если бы было разрешение суда о том, что эти митинги будут у нас санкционированы, мы бы обеспечили полностью охрану общественного порядка, это не санкционированный митинг, стихийный митинг. Мы не обязаны его были охранять. Задержанным в Запорожье хулиганам грозит штраф 100 гривен. 20 тысяч евро вместо штрафа. Такую взятку требовал чиновник государственного архитектурного контроля во Львовской области у одной из строительных фирм. Взамен пообещал избавить от штрафных санкций. Посредником, который получил первый транш этой суммы, был журналист местной телекомпании. Его и задержали во время передачи денег, а следом и чиновника. Оба, по информации интернет-изданий, были помощниками народного депутата Ярослава Гимки. За смерть студента в райотделе не ответили. Родители Игоря Индила требуют справедливости. Столичный суд вновь начал рассматривать это дело. Напомню, Игорь умер три года назад в Шевченковском РОВД Киева. Участковый милиционер забрал его из общежития в отделении. Что там произошло, понять трудно, но из милиции здорового молодого парня увезли уже в морг. Одного из правоохранителей суд приговорил к пяти годам с отсрочкой отбывания наказания на два года. Другого вообще амнистировали. Три года следствий, судебных разбирательств и даже приговор. Но точка не поставлена. Дело Игоря Индила снова в суде. Родители требуют наказать виновных строже. Они снова возле суда в версию, что их ребенок сильно напился, в райучастке упал и ударился головой неверец. Друг сына рассказал, что произошло той ночью. Он рассказал Куменко, как все было. Как приходит, когда его ударил об стенку, как он упал замертво. Это все, что он рассказал. Я верю ему, потому что он все рассказал перед, на могиле Игоря. Когда его уже затягли в камеру, то он хвилин 20 лежит там, он качает головой, видно, что человек потерпает от головной боли. 2010-й ночь на 18 мая. Студента Игоря Индила прямо из общежития инспектор милиции забрал в райотдел. Камеры наблюдения зафиксировали. Парень идет на своих двух. Уже через час самостоятельно не передвигается. А утром родителям сообщили, заберите сына из морга. На скамье подсудимых два милиционера. Одному противникам милиции криминуется перевищение службового полноважения. К другому – халатность. Они вину не признают. Людина впала в сведомость, и это видно на камерах видосостережения. И все. И все. Далее все. На камерах видосостережения есть криминальная сторона. Я не хочу это говорить. Поговорить за адвокатом. Адвокат милиционера более разговорчив, говорит Индила, был пьян. Он таки в этот день вживал горелку, вживал самогонку. И никто не знает, как он себя поводит. Первый свидетель – охранник из общежития. Историю вспоминает, но путается. За два года я уже забыл все. Детально я не помню. Дальше очередь медика, который констатировал смерть студента. Нового ничего. Все ждут 24 июля. Допрашивать будут Александра Хроменко. Друг умершего почти все время был в райотделе. Возле Игоря Индила. Аллася Комарницкая, Игорь Антонюк. Подробности – телеканал Интер. В Украине новый глава Конституционного суда Вячеслава Овчаренко 56. Он уроженец города Янакиево. В ГД работал адвокатом, затем прокурором и судьей. Последние семь лет трудился уже в Киеве. Был членом Конституционного суда по квоте партии регионов. И вот теперь возглавил главный судебный орган страны на ближайшие три года. В Харькове действовала черная перевалочная база по перепродаже диких зверей. Впереди самые интересные подробности этого четверга. Крымские леса закрыты для туристов. Пожары. Шахты Салотвина затоплены, как погибает уникальная закарпатская здравница. И бахчевые поспели, сколько химии и свинца в нынешних арбузах. Европейские спецслужбы раскрыли неонацистскую группировку, которая якобы планировала серию терактов в Германии. В подпольную организацию входили граждане сразу нескольких европейских государств. Руководил швейцарец. Свою ячейку называли Вервольф. О новом логове зверя Татьяна Лугунова. Это была одна из самых масштабных и секретных операций европейских спецслужб за последнее время. Проводилась одновременно в трех странах. Германии, Нидерландах и Швейцарии. Обыскивали квартиры, офисы и даже тюремные камеры. Под подозрением шесть человек, все они члены праворадикальной группировки Вервольф. Эти люди, жители разных европейских стран и городов, якобы планировали серию атак с целью разрушить государственный строй Германии. Правоохранители разрабатывали группировку несколько месяцев. Это было непросто. Неонацисты общались с помощью зашифрованной переписки. У подозреваемых изъяли компьютеры и прочие носители информации. Пока никто не арестован. Но не исключено, что это произойдет в ближайшее время. Возможно, тогда и станет известно, какие атаки планировали экстремисты, где и когда. Татьяна Лугнова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В России заключенную участницу панк-группы «Пусь и рай» от Марию Алехину избили во время этапирования. Девушка отказывалась покидать колонию без ознакомления с документами. В ответ сотрудники службы исполнения наказаний ударили Алехину и выволокли из помещения. Рукоприкладство подтверждают защитники и муж еще одной из участниц группы. В колонии говорят, никого не били, но признались и топировали девушку без ее согласия. Участницу «Пусь и рай» перевели из колонии в Пермском крае в тюрьму Нижегородской области. Адвокаты не понимают необходимости этого перевода. Экономия времени и денег жителям любого населенного пункта, где есть почта, не придется ехать в областные центры, чтобы получить админуслуги. Об этом сегодня заявил и вице-премьер-министр Сергей Арбузов во время подписания меморандума с Укргосреестром и Укрпочтой. Реестрация юридических осіб, реестрация физических осіб-предприемств и реестрация речевых прав на майно. Это возможность каждому гражданину Украины вернуться к отделу Укрпочты и сдать пакет документов для передачи в Укрдержреестр. Этот проект планируют реализовать уже до конца нынешнего года. Всеобщее декларирование доходов не за горами. Такое нововведение пообещал министр доходов и сборов Украины. Уже к сентябрю, по словам Александра Клименко, подготовят законопроект, в котором распишут, как именно каждый украинец будет декларировать свои доходы. Над документом работают иностранные эксперты, но выглядеть он будет по-нашему. Мы не копируем ничью систему, мы идем по своему пути, создавая ту систему, которая будет максимально эффективна. В Харькове со скандалом демонтировали нелегальный зверинец. Он был обустроен на частном подворье. Хозяева утверждали, что ухаживают за бездомными и больными животными. Но сердобольные рассказы оказались очень далеки от реального положения дел. Как голодных медведей кормили гнилыми фруктами, видела Светлана Шекера. Невыносимая вонь и рой мух. Козлята, овцы, куры, индюки и поросята гуляют под открытым небом. Хищники в тесных клетках. В вольерах в жару нет мисок с водой. В клетке у волка обглоданная ослиная голова. А медведей, судя по всему, кормили апельсинами. Приехавший директор городского зоопарка оценивает состояние зверей. Медведи в ужасном состоянии, помесь собак с волком в ужасном состоянии. Все остальное вы видите своими глазами. На то, что в лесопарке в пяти минутах от центра Харькова существует целый зверинец под вывеской конно-спортивный клуб, еще в прошлом году обратили внимание защитники животных. Заподозрили, что это перевалочная база для зверей, которых привезли продать на черном рынке. Возможно, животных идет контрабан, незаконная торговля. То есть без соответствующих разрешений, без участия ветеринарной службы. Неладное заподозрили и ветеринарные службы. Мы не знаем, куда они исчезают. То есть нет гарантии. Они просто куда-то вывозят, или они уходят из жизни и так далее. Откуда они появляются? Это все животные принадлежат кому-то. Люди помогают их содержать, люди помогают за ними ухаживать. Ну это, будем так говорить, благотворительный фонд. Сегодня исполнительная служба выполнила решение суда, ликвидировать самовольный зверинец. Пока рабочие распиливают вольеры, хозяйка и ее помощница стараются остановить машину с животными. Да что же надо было любить животных? Перепелку посадить в общую кучу. После вмешательства милиции грузовик с животными все же уехал в городской зоопарк. После карантина животных развезут в новые зверинцы Ялты и Черкас. А оставшиеся постройки бульдозером сравняют с землей. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Калифорния в огне. Пожары испепелили более 90 квадратных километров леса. Это примерно как три Ялты. Горят и жилые дома под угрозой курортный городок Идил Вайлд. Оттуда уже эвакуированы 6 тысяч человек. Среди них немало туристов и детей. Пока обуздать стихию не удается. Высока вероятность лесных пожаров и в нашем Крыму. Власти полуострова пытаются предотвратить угрозу. Несмотря на разгар курортного сезона, туристам запретили посещать горные леса. Однако отдыхающие все равно, минуя все кордоны, пытаются пробраться в заповедники. Рассказывает Максим Кошелев. Это палатка и автоцистерны на плато Айпетри. Специальный летний пост госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Здесь круглосуточно дежурят пожарные на случай возгорания. Там стоит насосная, стоит цистерна и стоит штабной автомобиль. Также мы усилили наши пожарные части в Гурзуфе. Вокруг раскинулся Ялтинский горно-лесной природный заповедник и плато Айпетри, излюбленные туристами. Но сейчас вход сюда запрещен. Ведь за прошедшие пять лет окрестности горели много раз. Гибли люди. В Крыму сейчас объявлен самый высокий класс пожарной опасности. Все леса полуострова закрыты для посещения. Лесники устанавливают на съездах с дороги в лес вот такие шлагбаумы. Там где-то невозможно, дороги просто перекапывают. Но шлагбаумы не всех останавливают. Многие обходят заграждения или ломают их. Люди настолько здоровые, но настолько модных машинах, что тросами оттягивают камни, пытаются вырывать шлагбаумы, ребятками. Перепиливают их. Егеря каждый день выходят в рейды. Мы идем вместе с ними по немыслимым склонам. А много народу сейчас выпалет? Вот такая. И действительно, почти сразу же натыкаемся на пару с рюкзаками. Вы вообще откуда будете? Вообще здесь в Севастополе? Ничего. Вы знаете, что они находятся на территории заповедника? Нет. Они лукавят. Таблички, обозначающие границы заповедника, повсюду. Штрафовать не стали. Костров туристы не разводили и тут же покинули заповедник. В этом году сильных лесных пожаров в Крыму пока не было. Но загореться леса могут в любой момент. На полуострове сильная жара. Максим Кошелев, Виталий Зитковский. Подробности, телеканал Интер. Крым. Есть или не есть. Арбузы и дыни в нынешнем году появились на полтора месяца раньше привычных сроков. Впрочем, нитратами сейчас отравиться довольно сложно. Их количество ниже допустимой нормы. А вот свинецы и другие тяжелые металлы действительно очень опасны. И они вполне могут содержаться в бахчевых. Где покупать и как не попасться, выяснила Ирина Смирнова. Люблю арбузы, потому что мне нравится их вкус. Нитритов богато, нитратов. Через все их богато. Вкололы и выросли. Все, все, все с химией. Люди правы или нет? Арбузы с химией или чистые? Сомнения оправданы. Ведь этим ягодам, да еще и в таком обиле, сейчас не время. Мы решили провести эксперимент. В трех разных точках столицы, в супермаркете, на трассе и на официальном рынке покупаем бахчевые. И просим показать выводы химлаборатории. Но с документами почти у всех торгующих под открытым небом непорядок. Документы. Все в норме. Заключение лаборатории показывает только один продавец арбузов на рынке. Объясняет. Ягод много, потому что жара началась еще весной. В этом году, наверное, второй урожай картошки соберут. Купленные арбузы сдаем на экспертизу в Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики. Просим проверить на нитраты. Их наличие определяют во всех лабораториях при рынках. Другой химии не ищут. Это долго и дорого. И зря, поверяют медики. Говорят, в арбузах и дынях, которые продают вдоль дорог, есть и радионуклиды, и тяжелые металлы. Свинец очень токсичный. Он влияет на нашу нервную систему. Может потенцировать инсульты и головокружение, тошноту, то есть неврологическую симптоматику. Уберечься просто. На трассах не покупать. И еще одно табу. Это разрезанные, треснутые и примятые ягоды. Там уже проходит процесс брожения. Когда происходит процесс брожения, там уже развиваются микроорганизмы. Понимаете? Поэтому вот это может вызвать реакцию отравления. По нашим арбузам, вывод специалистов утешительный. Нитрата в три раза меньше нормы. Только дыня подвела. Норма в дыне содержания нитратов – это 90 мг на килограмм. В данном образце – 112,8 мг на килограмм. Здесь говорить о чреватом отравлении, наверное, нет смысла. В любом случае, врачи советуют открывать арбузный сезон постепенно. Для пробы 30-40 граммов. Организм не протестует. Тогда можно и килограмм. Внимательность и бдительность – это то, что не позволит вам купить не тот арбуз. Ирина Смирнова, Сергей Ветметь, подробности – телеканал Интер. Уникальный украинский курорт Солотвина исчезает прямо на глазах. Соляные шахты, где лечили астму, затоплены. Озера с целебной грязью мелеют и превращаются в пресные водоемы. Местные жители всеми силами пытаются хотя бы сохранить то, что осталось от знаменитой здравницы. Но пока у них мало что выходит. Из Закарпатии репортаж Аллы Матюшок. Солотвинские озера раньше называли украинским мертвым морем. По количеству минералов они не уступали модному курорту. Но в последнее время соленая вода стала куда-то исчезать. Здесь даже появилась рыба. Вода полностью ушла. Полностью. Есть большой котлован. Большой, огромный, страшный котлован. И внизу три лужицы. Так теперь выглядит соленое озеро Кунигунда. А еще совсем недавно все было вот так. Глубина 8 метров. Сейчас не больше двух. Чтобы сохранить хотя бы то, что осталось, местные жители соорудили подобие дамбы. Но напрасно. Вода уходит, а целебная рапа опресняется. 160-200 грамм на литр. А была до 300, когда работала шахта. Я бачил в ранку... Вода и солена. Курортом это назвать сейчас сложно. Но туристы все равно едут. Ведь осталась лечебная грязь. Люди говорят, некоторые болезни можно вылечить только здесь. Очень много тут людей с периодом великого. Вот тут тоже будет два дня назад попасться, где ритос идти. Вера Михайлона привезла на лечение внучку. У девочки астма. Еще два года назад этот недуг здесь лечили в соляных шахтах. Теперь они затоплены. Остались лишь соляные комнаты в больнице. Солотвинская соль, она единственная. В этом году мы 9 месяцев не болели. У нас не было ни одного приступа. Как возродить уникальный курорт в Солотвино знают. Полагаются на природу. Новые озера сами появятся на месте затопленных соляных копий. Теперь нужны новые шахты. Места под них уже 4 года, как определили. Но денег на строительство нет. 3 миллиарда тонн соли в соляный запас. И мы звертались теперь до президента, до инших инстанций, до области, до районов. Звертались с проханием. Дуже просим, чтобы у нас был диалог влады и нашей громады по этому питанию. Ничего. Абсолютно. Как намерены решить проблему Солотвино? С этим вопросом мы обратились к правительству. В Минэкологии и Министерстве агрополитики утверждают вопрос не в их компетенции. Хотя формально именно МинопК отвечает за состояние соляных шахт. Помощь, говорят солотвинцы, придется искать у президента. Уверены, чиновники зашевелятся только после его вмешательства. Алла Матюшок, Василий Миновщиков, подробности, телеканал Интер. Нельсону Манделе сегодня 95. Во времена Холодной войны он стал настоящим героем. Причем как на Западе, так и в Советском Союзе. Сын африканского вождя, который боролся за свободу своего народа. Заключенный, который стал президентом. О первом чернокожем лидере ЮАР. Материал Андрея Бориса. Поселение Куну. Здесь провел детство будущий борец с апартеидом. Нельсон Мандела из местной племенной элиты. По иерархии он должен был стать Советником Вождя. В разговоре с ним вы бы никогда не догадались, что он важная персона. Мандела всегда был простым и не ставил себя выше других. Обязательным условием для будущего Советника Вождя была женитьба. Приготовили Нельсону и невесту. Вот только жениться юноша не захотел. И сбежал в Йоханнесбург. Сначала охранник на шахте, позже первый в ЮАР темнокожий руководитель юридической фирмы. Будучи адвокатом, Мандела понимает, добиться мирно равных прав для цветного населения невозможно. Поэтому берется за оружие. Основывает Умконту Весизве. Организацию, которая начала борьбу против произвола белых. Южная Африка страна многорасовая. И для каждой нации найдется своя комната в этой большой квартире. Через два года после этого интервью британскому телевидению Манделу арестовали. И приговорили к пожизненному заключению. Именно в тюрьме к нему пришла всемирная слава. Это была холодная война. Но что касается Манделы, и Запад, и Советский Союз были солидарны. Его надо немедленно выпустить. Белая власть ЮАР противостояла долго и даже вооружилась ядерными боеголовками. Сдалась лишь в 90-м. Манделе даровали свободу. 27 лет тюрьмы, искалеченная жизнь. Но белым он просил все. Белые, друзья африканцев, и мы хотим, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мы благодарны им за вклад, который они сделали в развитие этой страны. Нельсон Мандела – символ новой Южной Африки. 50 лет он отдал борьбе против режима апартеида. Половину из них он просидел в тюрьме. Именно жизнь за решеткой подорвала его здоровье. К этой больнице в Притории ежедневно приходят сотни людей. Мандела здесь уже больше месяца в критическом состоянии. У него легочная инфекция. Я думаю, настало время его отпустить. Это не жизнь, когда тебя искусственно поддерживает аппарат. Мандела сделал много для страны, и мы всегда будем его помнить. Мандела, похоже, и сам не надеялся дожить до 95-ти. Еще много лет назад в одном из интервью он сказал, жизнь свою прожил не зря и готов в любую минуту уйти на покой. Андрей Борис, Андрей Костюк. Подробности телеканал Интер из Южной Африки. На сегодня это все. Я желаю вам хорошего вечера четверга и прощаюсь до завтра. Встретимся, как всегда, в 8 вечера на Интере. Субтитры подогнал «Симон»!